Добрый вечер. О новостях дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича. Я Дмитрий Ижитарчук. Смотрите в этом выпуске. Недоделанные велодорожки, пешеходные зоны и отсутствие освещения. Новые дороги в Урванцево и Чистых прудах так и не сдали в срок. Как узнать, обманывают ли вас на автозаправке? Симфония на колесах. Известный музыкант провел в Кирове мастер-класс для одаренных детей. Дороги не сданы, подрядчика оштрафуют. Четыре улицы в Кирове, Мостовицкая, Ивана Попова, Энтузиастов и Капитана Дорофеева должны были сдать 25 ноября. Однако работы до сих пор не закончены, нет освещения и бордюров, не сделаны велодорожки. На каком этапе масштабное строительство, расскажет наш корреспондент Ульяна Издакова. Эти бетонные блоки, как молчаливые стражи, стоят здесь с начала строительства дороги по улице Мостовицкой в Чистых прудах. Убрать их должны были еще вчера, ведь срок сдачи объекта 25 ноября. Но, как видно, ремонт дороги еще не закончен. Обещал подрядчик и установить фонари. Вот только пока из земли виднеются лишь основания освещения. А вместо газона земляные кучи. О стройке напоминает только плакат с паспортом объекта. Ни одного рабочего нет. Не сдали в срок и дорогу по улице Попова от Чистопрудненской до Слободы столбики. Представитель подрядчика объяснить причину невыполненных обязательств не смог. Это на руководство. Все вопросы руководства. А вопросов немало. Почему на нечетной стороне у церкви до сих пор нет тротуара? А на пешеходной зоне по четной стороне не положен второй слой асфальта. Бордюры тоже сделаны не везде. Часть из них так и стоят на поддонах. Освещение вообще отсутствует. К примеру, здесь должен стоять фонарь. Но пока из-под земли и снега торчит лишь его основание с выведенным кабелем. Заканчивается новая улица разрытой траншеей и горами из земли и щебня. Около 20 метров ее отделяет от дороги на старые Чистопруды. К списку незавершенных работ добавилась улица Капитана Дорофеева в микрорайоне Урванцево. На энтузиастов часть тротуаров так и не закатали в асфальт. До сих пор делают и обещанную велодорожку. Кое-где не установлены ограждения, дорожные знаки и освещение. И пока одни жители радуются, что работы в принципе ведутся. Жаль, что не успели сделать все в сроки, но главное делают. Другие устали жить в грязи и слушать обещания. Ладно, сейчас все подмерзло. А когда была грязь, это что такое? Мы все в глине, обувь в глине ходим, запинаемся. Очень неудобно. Все обещают, обещают, а как обычно у нас все не очень происходит. Вот власти, когда власти. Я не знаю, куда власти смотрят. Немало недовольных кировчан высказываются и в соцсетях. Меня изначально удивила выбранная дата сдачи 25 ноября. В это время в Кирове уже метр снега лежит. Как хотели сдавать и принимать дороги и тротуары под метровым слоем снега? Ситуацию обсудили сегодня на совещании и у сети менеджера Ильи Шульгина. Глава администрации предложил немедленно начать претензионную работу с подрядчиком. За срывы сроков организацию оштрафуют. Как пояснили в администрации города, речь идет, цитата, о десятках и сотнях тысяч рублей. К 19,5 годам колонии строгого режима приговорили экс-сотрудника наркоконтроля в Кирове. Двум его сообщникам назначили 14,8 лет лишения свободы. Их признали виновными в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. По информации прокуратуры, с 2014 года бывший оперативник и двое его подельников продавали наркотики через тайники закладки и интернет. Их деятельность раскрыли в октябре 2017 года сотрудники ОМВД и ФСБ по Кировской области. Оперативники изъяли 14 килограммов синтетических наркотиков, приготовленных к сбыту. Около 5% оплаченного бензина не доливают в бак на заправках. Такие цифры озвучили в Союзе автомобилистов России. При этом каждую бензоколонку должны ежегодно проверять специалисты на точность расчетов. Как это происходит в Кирове, наблюдала Елена Шарыгина. То, что у нас колонка прошла поверх, она показывает правильно, мы нанесем вот такой вот знак. К такому выводу инженер Росстандарта Александр Женихов пришел после специальных замеров. Оператор задал отпуск топлива в объеме 10 литров и весь бензин залили в специальный измерительный прибор. Специалист сравнил показатели и вынес вердикт. Колонка настроена точно. 10 литров оплатил, 10 литров получил. Такие процедуры должны проводиться в каждой колонке ежегодно, пояснили в Росстандарте. Это товарообменная расчетная операция. Это 102-й федеральный закон. То есть это должно соблюдаться строго и неукоснительно. Использование неповеренных средств измерений – это уже большие штрафы и, скажем так, проблемы у организации. Чтобы этих проблем избежать, на многих заправках установлены собственные проверочные приборы. Каждый клиент может ими воспользоваться, если у него возникают сомнения в том, что он получил полный объем оплаченного бензина. При этом не стоит ссылаться на объем бензобака, говорят, на топливозаправочных станциях. Бак – это все-таки не поверенное средство измерения. Мы не можем знать, какого он объема. Это все справочная информация, которая пишется в руководстве по эксплуатации автомобиля. Мерник – это все-таки поверенное устройство, которое у нас сертифицировано, на которое есть свидетельство поверки и такое же клеймо госковерителя. Отпуск топлива рассчитывается в специальной программе – либо по литражу, либо по оплаченной сумме. В эту программу можно внести изменения, чтобы бензин автоматически не доливался, говорят эксперты. А при проверке программное обеспечение можно, что называется, переключить на честный режим. Общественники и независимые эксперты с начала этого года обнаружили недолив на 19% заправок в стране. На каждой пятой колонке в стране потребитель рискует недополучить оплаченный товар. Елена Шарыгина, Иван Малков, Бюро новостей, Давича. По закону льготы есть, а по факту люди их не получают. Прокуратура подтвердила, что в Кировской области отсутствует механизм получения льгот, который установлен в государстве еще с конца прошлого века. Речь о скидке в 50% на лекарства для работающих инвалидов второй группы, безработных инвалидов третьей группы и пенсионеров с минимальной пенсией. Эта льгота прописана в нормативных документах еще в 90-х годах 20 века. Но, как выяснилось, в Кировской области эта мера соцподдержки не работает. Об этом сообщили активисты Общероссийского народного фронта. К ним обратилась жительница региона Ирина Жигала. О льготе она знала, но так и не добилась скидки в аптеке. После обращения общественников прокуратура провела проверку. Сотрудники и ведомства подтвердили, что некоторым категориям граждан положенные по закону льготы не предоставляются. Минздраве уже согласились вместе с общественниками решить эту проблему. Ну, то есть в месяц сколько уходит на эти лекарства? В среднем, ну, 5 тысяч уходит, если выкупаешь не все, а основные. Министерство здравоохранения готовит создание рабочей группы. Я думаю, что туда, в том числе, мы с коллегами из УНФ войдем. И раз на рабочей группе мы будем вместе разрабатывать механизм, во-первых, выписки и предоставления этих лекарств. То есть в каких аптеках они будут предоставляться, как эти лекарства выписываются. Но и механизм получения учреждениями здравоохранения информации, что человек относится к той или иной льготной категории. Выплату детских пособий в размере 50 рублей отменил президент Владимир Путин. Указ вступит в силу с 1 января 2020 года. Речь идет о компенсации родителям или тем, кто ухаживает за ребенком до 3 лет. Однако новый указ сохраняет право на получение 50-рублевых выплат за теми, кому они будут назначены до 1 января 2020 года, пока ребенку не исполнится 3 года. Субтитры создавал DimaTorzok В Кирове задержали дачного вора. В Санкт-Петербурге столкнулись сразу 5 машин, а в Иркутске арестовали похитителя 9-летней девочки. Подробнее об этих и других событиях в нашей рубрике «Происшествия». В Кирове полицейские задержали дачного вора. Им оказался 25-летний житель областного центра. Сентября этого года он орудовал в садовых товариществах, которые находятся вдоль советского тракта. Выбирал дома, которые выглядят заброшенными. Разбивал окна и проникал внутрь. Брал бензо и электроинструменты, а также бытовую технику. Честь имущества злоумышленник уже продал. Возбуждено уголовное дело. В Иркутске арестовали похитителя 9-летней девочки. 23 ноября мужчина на иномарке припарковался у торговых складов. Мимо проходила девочка. Мужчина вышел из машины, силой задолкал ребенка в авто, заблокировал двери и поехал. Крики девочки услышал 16-летний подросток. Он бросился на помощь вместе с еще одним мужчиной. Они догнали машину, заплакировали проезд и спасли ребенка. Похитителю удалось скрыться с места преступления. Но через несколько часов его задержала полиция. Им оказался неоднократно судимый 48-летний житель Иркутска. Сейчас ему грозит до 12 лет лишения свободы. В Санкт-Петербурге столкнулись сразу пять машин, которые ехали друг за другом. ДТП произошло рано утром на проспекте Славы. По предварительным данным, легковая машина, которая была первой, резко затормозила. Остальные авто въехали друг в друга из-за небольшой дистанции. В связи с этим образовалась гигантская пробка, которая растянулась на несколько километров. В Иркутске сгорел двухэтажный мебельный магазин. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 4 утра. Когда приехали первые пожарные, уже горели второй этаж здания и кровля. Огонь ликвидировали в шестом часу утра. С возгоранием боролись 41 человек и 10 единиц техники. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Сейчас небольшая пауза и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Симфония на колесах. Известный музыкант провел в Кирове мастер-класс для одаренных детей. Самый быстрый. Кировчанин взял бронзу на чемпионате мира по конькобежному спорту. Проверили зрение, сделали прививку. Кировчане рассказали о своих хороших новостях. Это «Давича» и мы продолжаем. Владимир Жириновский предлагает расширить допустимые пределы самообороны. Согласно законопроекту депутата Госдумы, если гражданин защищает себя от насилия, либо встал на защиту своего имущества, то это не является превышением пределов необходимой самообороны. Жириновский считает, что сейчас законодательство в этом отношении, цитата, «неадекватное». К примеру, были случаи, когда люди в состоянии аффекта давали отпор, защищая свою жизнь и близких, а потом получали реальные сроки. Обсудим эту инициативу с нашим гостем в студии Евгений Симонов, вице-президент адвокатской палаты Кировской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Прежде всего, давайте поясним зрителям, что значит превышение пределов самообороны. В Уголовном кодексе есть такое понятие, необходимое оборонам, которое у нас изложено в статье 37 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этой статье изложены понятия, когда, при каких условиях и как человек может защищать себя, свою жизнь и здоровье, и при этом он не будет нести какой-либо уголовной ответственности за наступившие последствия в отношении посягающего лица, так скажем. То есть бывают случаи, допустим, если человек должен адекватно реагировать на опасность, если так проще сказать, да? Да. В этой статье расписано, почему она и называется «необходимая оборона». То есть она должна быть вызвана какими-то действиями преступными, посягающимися стороны нападавшего лица. Если подобных действий нет или они не соответствуют определенной степени опасности, то тогда и вот эта оборона, она должна быть ограничена какими-то другими, более малыми средствами. То есть, допустим, если хулиган пытается выхватить кошелек, то стрелять в него, наверное, тут не имеет смысла, нельзя. Закон говорит так, что все должно быть соразмерно. То есть защита должна быть соразмерно, так скажем, нападению. У нас в области были такие случаи, что за самооборону люди получали какие-то сроки реальные, за превышением этих пределов самообороны. Давайте начнем с того, что если все-таки будет установлено, что это была самооборона, то сроки в этих статьях установлены очень мягкие. И причем сроки установлены не за саму самооборону, а именно за превышение пределов самообороны. И вот это превышение пределов самообороны, в принципе, оно наказывается максимум до двух лет лишения свободы. Все-таки. Даже если бы при превышении пределов самообороны причинили кому-то ущерб, скажем, либо материальный, либо физический вред человеку, нападавшему на вас, то наказание, я бы сказал, достаточно мягкое. И совсем не обязательно, что этому лицу будет назначено наказание в виде реального лишения свободы. Вот эта инициатива Владимира Жириновского, как вы к ней относитесь? Расширить пределы самообороны? Она, ее уже обсуждают и неоднократно обсуждали эту инициативу, она не нова. Еще в 2014 году, примерно с подобной же инициативой, у нас выходил в то время полномочный представитель президента Российской Федерации Борщевский. Но тогда эта инициатива какой-то такой поддержки не получила. Что будет на сегодняшний день, я сказать не могу, потому что сама инициатива, которую изложил Жириновский, она еще не конкретизирована, она не внесена. И даже нет самого законопроекта, который он хочет внести. То есть обсуждать пока очень сложно. Ну, понимаете, о чем речь идет, да? Мы можем только предположить сейчас с вами вместе и, так сказать, ну, расширить что ли мысль Жириновского, либо в ту, либо в другую сторону. Что-то поменяли бы в законодательстве, вот в этом отношении? В любом законодательстве надо менять все очень осторожно и взвешенно, я бы сказал. У нас даже при вот той сегодняшней ситуации достаточно хорошо и подробно все расписано в пленуме Верховного Суда от 2012 года, который очень много разных ситуаций, подпадающих под самооборону, разъясняет, как судам нужно руководствоваться. И на сегодняшний день я бы сказал, что в принципе законов достаточно. Вопрос, наверное, в правильности применения этих законов органами, правоохранительными, судебными органами. Спасибо большое, что пришли, мы ответили на вопросы, ну а мы продолжаем. Известный музыкант и дирижер Константин Маслюк провел для одаренных кировских детей мастер-класс. Он прошел в рамках проекта «Симфония на колесах», который стартовал в нашем регионе 1 ноября. Проект направлен на поддержку юных талантов Кирова и области. Все подробности в нашем сюжете. Ты должна с ним спорить здесь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Доцент Московской консерватории и главный дирижер Вятского симфонического оркестра Константин Маслюк разбирает работу юных скрипачей. Доиграть до конца сонату Георга Телемана им так и не удалось. Маэстро прерывает их после каждой музыкальной фразы. Вот! Спасибо! Чтобы попасть на мастер-класс к известному музыканту, Кате и Матвей Абуховы прошли предварительное прослушивание и оказались в числе лучших. Ребята многократные стипендиаты Управления культуры и лауреаты международных музыкальных конкурсов. На сегодняшнем мастер-классе от известного музыканта они шлифуют свое мастерство. Он больше тонкостей может сказать, как сыграть или что мы не так думаем, как надо играть. Вот он, например, говорил, какие надо штрихи играть или, например, надо вибрировать или нет. Сегодня Константин Маслюк разобрал игру на скрипке, фортепиано и духовых инструментах. Это был первый мастер-класс в рамках проекта «Симфония на колесах». Я всегда уделял очень большое внимание работе с детьми. Я понимаю, что это наше и профессиональное будущее, юные музыканты, будущее нашей страны. Какими растут наши дети, какими они вырастут, насколько они будут образованные, культурные. Это все очень важные вещи. Подобные мастер-классы повторятся еще неоднократно. Проект «Симфония на колесах» направлен на поддержку одаренных юных музыкантов Кировской области. Программа рассчитана на один год, в течение которого пройдут различные фестивали, семинары и концерты. В них будут участвовать лучшие воспитанники музыкальных школ региона. Конькобежец из Кирова стал бронзовым призером на международных соревнованиях. Второй этап Кубка мира среди юниоров проходил в Нидерландах. Там Даниил Смирнов, воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва «Динамо», показал высокие результаты. В командном спринте он занял третье место, а на массовых стартах из 30 спортсменов стал пятым. Юноша признался, что впервые принял участие в турнире международного уровня. Говорит, к ним готовился долго с начала сезона. Сейчас он продолжит тренироваться. В феврале 2020 года он примет участие в финальном этапе Кубка мира в Белоруссии и в юниорском чемпионате мира в Польше. Будем стараться занимать более высокие места, показывать хорошие секунды. Немножко будут другие дистанции. Это будет уже как многоборье. Не будет так, как сейчас отдельные дистанции, на которых я выступал. Будет уже целое многоборье, которое будет состоять еще трех дистанций. Таким был этот вторник глазами наших корреспондентов. А какие новости у кировчан? Давайте посмотрим. У нас самочувствие хорошее для нас самое главное. Выспались хорошо. Проснулся, солнце, теплая погода. Что еще может быть хорошее? Выходной. Отработал, иду домой отдыхать. А вот погулять ходили. Сходил в поликлинику, звенья проверил. Все отлично. Мне все хорошо. Сегодня только бабушка. Так вот только это. Но я еще бегаю. Узнал собачку привить можно. Одна прививка бесплатная, а другая русская дешевенькая. Смотрите сегодня в эфире нашего канала советский триллер «Дикая охота короля Стаха». Конец 19 века. Белорусская полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого – последняя представительница старинного дворянского рода. Она рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющему дикую охоту на старинный род. Начало фильма в 21.00. На этом я с вами прощаюсь. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»